урок 3 ядовитые змеи придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас возьмите иго мое на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго мое благо и бремя мое легко от матфея 11 глава с 28 по 30 тексты человеческая природа сына божьего все для нас это золотая цепь связывающая наши души со христом а через христа с богом она и должна быть предметом нашего изучения избранные вести книга 1 страница 244 раздел 1 семя авраама вопрос а опишите наиболее опасное отношение которое влияет на духовную жизнь ему отвечали мы семя авраамова и не были рабами никому никогда как же ты говоришь сделаетесь свободными от иоанна 8 33 вопрос б что делает нас рабами греха иисус отвечал им истинно истинно говорю вам всякий делающий грех есть раб греха сказали ему в ответ отец наш есть авраам иисус сказал им если бы вы были дети авраама то дела авраама вы делали бы а теперь ищите убить меня человека сказавшего вам истину которую слышал от бога авраам этого не делал вы делаете дела отца вашего на это сказали ему мы не от любодеяния рождены одного отца имеем бога иисус сказал им если бы бог был отец ваш то вы любили бы меня потому что я от бога и шел и пришел ибо я не сам от себя пришел но он послал меня почему вы не понимаете речи моей потому что не можете слушать слова моего ваш отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человекоубийца от начала и не устоял в истине ибо нет в нем истины когда говорит он ложь говорит свое ибо он лжец и отец лжи от иоанна 8 глава 34 из 39 по 44 тексты фарисеи называли себя детьми авраама иисус сказал им что подобное притязание должно быть основано только на делах авраама истинные дети авраама жили бы также как и он повиновение богу они не пытались бы погубить того кто говорил им истину данную ему от бога составляя заговоры против христа равенные совершали отнюдь не дела авраама то что они были детьми авраама по плоти не имело никакого значения без духовной связи с ним не проявляя того же самого духа и не совершая тех же самых дел они не были детьми авраама желание веков страницы 466 467 вопрос в как можно избавиться от этой тирании жестокого господина и познайте истину и истина сделает вас свободными и так если сын освободит вас то истинно свободны будете от я на 8 глава 32 и 36 тексты если же вы христовы то вы семя авраамова и по обетованию наследники галатам 329 раздел 2 что означает знать вопрос а какой крайне важный вопрос задал пилат в зале суда пилат сказал ему что есть истина от я на 18 38 какой ответ получил бы он если бы остановился на мгновение чтобы выслушать ответ спасителя иисус сказал ему я есть путь истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня от иоанна 14 6 пилат стремился познать истину его ум был смятение его сердце радостно откликнулась на слова спасителя и он горел желанием узнать в чем же заключается истина и как он может принять ее что есть истина спросил он однако не стал ожидать ответа шум раздавшийся снаружи напомнил ему о том чем он должен заниматься сейчас священники потребовали немедленных действий выйдя к иудеям пилат твердо объявил я никакой вины не нахожу в нем желание веков семьсот двадцать седьмая страница вопрос бы объясните что может произойти когда человек изучает слова однако не знает бога иисус сказал им в ответ этим ли приводитесь вы в заблуждение не зная ни писаний не силы божьей от марка двенадцать двадцать четыре всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины 2 тимофею 37 саддуке и льстили себя мыслью что они строже других придерживается писаний но иисус сказал что они не познали их истинного смысла желание веков страница 605 вопрос в как мы можем быть привлечены к тому кого не желает наша падшая природа и когда я вознесен буду от земли всех привлеку к себе от я на двенадцать тридцать два и так иисус сказал им когда вознесете сына человеческого тогда узнаете что это я и что ничего не делаю от себя но как научил меня отец мой так и говорю от я на 8 28 придите ко мне все труждающиеся и обремененные я успокою вас возьмите иго моё на себя и научитесь от меня ибо я кроток и смирен сердцем и найдете покой душам вашим ибо иго моё благо и бремя моего легко от матфея 11 глава с 28 по 30 тексты всякий раз когда закон представляется народу пусть учитель истины укажет на престол окруженной радугой обетования праведностью христа слава закона христос он пришел возвеличить закон и почтить его расскажите о том что милость и истина встретились во христе а праведность и мир облабызались когда вы взираете на его престол принося свое раскаяние восхваление и благодарение богу то совершенствуйте христианский характер и представляете христа миру вы пребываете во христе и христос пребывает вас вы имеете мир который превыше нашего понимания нам необходимо постоянно размышлять о христе и его привлекательности мы должны направить разум к иисусу сосредоточить свои мысли на нем в каждой проповеди говорите о божественных качествах лнг white материалы 1888 года страница 730 внимательно изучайте богочеловеческий характер христа и постоянно задавайтесь вопросом чтобы сделал иисус окажись он на моем месте служение исцеления страница 491 раздел 3 змеи в пустыне вопрос а какое средство предусмотрел бог для тех кого ужалили ядовитые змеи в пустыне что требовалось для того чтобы они могли исцелиться и послал господь на народ ядовитых змеев которые жалили народ и умерло множество народа из сынов израилевых и пришел народ к моисею и сказал согрешили мы что говорили против господа и против тебя помолись господу чтобы он удалил от нас змеев и помолился моисей господу о народе и сказал господь моисею сделай себе медного змея и выставь его на знамя и всякий ужаленный взглянул на него останется жив и сделал моисей медного змея и выставил его на знамя и когда змей ужалил человека он взглянув на медного змея оставался жив числа 21 глава с 6 по 9 тексты охраняемые божьей силой сыны израилевы даже не подозревали о бесчисленных опасностях которые всегда их окружали лелея неблагодарность и неверие они причувствовали смерть и теперь господь допустил чтобы она их постигла ядовитых змей кишивших пустыне называли огненными из-за ужасных укусов вызывающих жесточайшее воспаление и скорую смерть когда охраняющая рука божья была отнята от израиля многие подверглись нападению этих ядовитых созданий моисей получил божественное повеление сделать медного змея похожего на живого и установить его на высоком месте чтобы каждый пострадавший мог взглянуть на него и исцелиться он так и сделал и вскоре радостная весть о том что всякий ужаленный взглянув на медного змея остается жив разнеслась по всему стану многие уже умерли и когда моисей укрепил на высоком шесте змея некоторые отказались верить что просто взгляд на металлическое изображение исцелит их эти люди так и погибли в своем неверии однако многие верили что бог таким образом спасет их несмотря на бессилие и близкую смерть достаточно было всего одного взгляда и человек полностью исцелялся народ хорошо знал что в самом медном змея не было целительной силы производящей такую перемену во всяком взглянувшем на него это целебная сила исходила только от бога в своей премудрости он избрал такой способ чтобы явить свою силу благодаря этому простому средству народ должен был осознать что разразившиеся бедствие вызвано его грехами это также являлось залогом того что пока люди повинуются богу нет причины для страха ибо он будет охранять их патриархи и пророки страницы 429 430 вопрос б как этот опыт соотносится с опытом тех которые страдают от укуса древнего змея и желают исцеления и как моисей вознес змею в пустыне так должна вознесену быть сыну человеческому дабы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную от иоанна 3 глава 14 15 тексты на другой день видит иоанн идущего к нему иисуса и говорит вот агнец божий который берет на себя грех мира от иоанна 1 29 пусть кающийся грешник устремит свой взор на того кто есть агнец божий который берет на себя грех мира и созерцая его преобразится его страх превратится в радость сомнения в надежду в нем появится благодарность каменное сердце сокрушится и поток любви потечет в душу христос станет в нем источником воды текущей в жизнь вечную желание веков страница 439 раздел 4 кто такой иисус вопрос а христос жил совершенной жизнью на земле однако вместо того чтобы тянуться к нему его верным последователям как реагирует большинство людей да и все желающие жить благочестиво во христе иисусе будут к ним и 2 тимофею 3 12 суд же состоит в том что свет пришел в мир но люди более возлюбили тьму нежели свет потому что дела их были злы ибо всякий делающий злое ненавидит свет и не идет к свету чтобы не обличились дела его потому что они злы от я на 3 глава 19 20 тексты первые христиане были воистину особенным народом их безукоризненное поведение и непоколебимая вера были постоянным упреком нарушающим покой грешников будучи малочисленными бедными и не имея положений или почетных титулов они тем не менее внушали страх нечестивым людям благородством своего характера и величием учения поэтому они были ненавидимы безбожниками подобно тому как когда-то авель был ненавидим безбожным каином по той же причине по какой каин убил авеля люди пытающиеся освободиться от сдерживающего влияния духа божьего предавали на смерть народ божий по этой же причине иудеи отвергли и распяли спасителя так как чистота и святость его характера являлись постоянным упреком их эгоизму и испорченности со времени христа и поныне его верные ученики вызывают ненависть и сопротивление тех которые любят грех и следуют его путем великая борьба страница 46 вопрос б какая высшая сила проявляется в спасителе мира который обладает способностью привлекать человечество и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан в народах принят верою в мире вознесся во славе 1 тимофею 3 16 в начале было слово и слово было у бога и слово было бог оно было в начале у бога все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть от иоанна 1 глава с 1 по 3 тексты а о сыне сказано престол твой боже век века жезл царствия твоего жезл правоты евреям 1 8 если христос сотворил все значит он существовал прежде всего слова сказанные по этому поводу столь определенный что ни у кого не должно оставаться ни малейшего сомнения христос был богом высшем смысле этого слова он был с богом от вечности бог над всем благословенный во век избранные вести книга 1 страница 247 в густой тьме бог скрыл последние человеческие мучения своего сына все видевшие страдания христа убедились в его божественности кто хоть один раз видел лицо иисуса не мог забыть его как накаяние отражалась его вина убийцы так и на лики христа запечатлелись невинность безмятежность и человеколюбие образ божий но обвинявшие иисуса не вняли этому небесному знаку на протяжении долгих часов мучений христа на него глазела насмехающаяся толпа но теперь он был милосердно скрыт божественным покровом желание веков страница 754 подумайте об унижении христа он взял на себя падшую страдающую человеческую природу деградирующую и оскорненную грехом он взял нашей печали понес нашу скорбь и позор он выдержал все искушения которым подвергается человек он объединил человеческую природу с божественной божественный дух обитал в храме из плоти библейский комментарий а из д том 4 страница 1147 раздел 5 бог стал плотью вопрос а кем стала эта божественная личность для того чтобы спасти человечество от ужасных страданий и безнадежного положения и слова стала плотью и обитала с нами полные благодати и истины и мы видели славу его славу как единородного от отца от яна 1 14 но видим что за претерпение смерти увенчан славою и честью иисус который немного был унижен перед ангелами дабы ему по благодати божьей вкусить смерть за всех евреям 2 9 вопрос б опишите что взял иисус на свою безупречную божественную природу ибо надлежало чтобы тот для которого все и от которого все приводящего многих сынов в славу вождя спасения их совершил через страдание ибо освещающие и освещаемые все от единого потому он не стыдится называть их братьями говоря а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола посему он должен был во всем уподобиться братьям чтобы быть милостивым и верным пересвященником перед богом для умилостивления за грехи народа евреям 2 глава 10 11 14 и 17 тексты вопрос в до какой степени иисус должен был смирить себя чтобы голгофский крест имел притягательную силу а как дети причастны плоти и крови то и он также воспринял он и дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола евреям 2 14 он будучи образом божьим не почитал хищрением быть равным богу но уничижил себя самого приняв образ раба сделавшись подобным человеком и по виду став как человек смирил себя был послушным даже до смерти и смерти крестной филиппийцам 2 глава с 6 по 8 текст и помни господа иисуса христа от семени давидова воскресшего из мертвых по благовествованиям моему 2 тимофею 28 размышляя об этом могут ли люди иметь хотя бы частицу возвышения прослеживая жизнь страдания и унижения христа могут ли они возвысить свои гордые головы как будто они не призваны переносить никаких испытаний никакого позора никакого унижения я обращаюсь к последователям христа взирайте на голгофу и краснете от стыда за свои самодовольные идеи все это унижение величия неба произошло ради виновного осужденного человека он опускался все ниже и ниже в своем унижении пока уже не осталось более низких глубин которых он не достиг бы чтобы поднять человека из его морального осквернения библейский комментарий асд том 5 страницы 1127 1128 от чего мы отказываемся когда отдаем христу все от оскверненного грехом сердца чтобы иисус очистил его своей кровью и спас своей несравнинной любовью однако иным людям кажется что все это оставить очень трудно такого рода мысли и слова должны вызывать у нас чувство стыда бог не требует чтобы мы отказались от того что служит для нашего блага он всегда действует в интересах своих детей и тем кто еще не избрал христа важно понять что бог предлагает им нечто несравненно лучшее чем то мирское что они сами для себя ищут путь ко христу страница 46 вопросы для повторения вопрос 1 какие уроки мы можем извлечь из того что иудеи претендовали на то что являются детьми авраама вопрос 2 как можно изучая библию полностью упустить ее суть вопрос 3 каким уроком я могу научиться из истории о ядовитых змеях в пустыне вопрос 4 благодаря чему мы можем быть привлечены к мужу голгофы вопрос 5 почему иисус взял на себя греховную человеческую природу пусть господь поможет всем тем кто искренне исследует эти истины смирять свои сердца и ежедневно следовать за спасителям куда бы он ни пошел аминь